друзья всех приветствую с вами педром рауфи и обзор рынков и будем сегодня так же как и протяжении недели разобрать моменты возможности по торговле в течение дня какие у нас будут какие выпадут какие из релиза которые более-менее будут повлиять на основе движение на форекс на фондовом рынке и в конце кстати мы разберем еще пару криптовалют чтобы поскольку закрывается рынке уже сша сегодня ночью и движение на рынках по факту традиционных не будет за на выходные то мы обязательно разберем и обзор криптовалют он кстати у нас есть среднесрочный относительно на картель ютюбе можете посмотреть и в целом кстати за нашими новостями тоже следите в основном новости которые я не успеваю них говорить во время обзора не опубликуются у нас в инстаграме телеграме можете им тоже пользоваться как ожидалось коррекция все еще продолжается кстати некоторые друзья попросили меня немножко уточнять по поводу коррекции в данном случае поскольку у нас масштабы обзора идет внутри внутри дня то есть она не среднесрочная то коллекция тоже имеется ввиду карты срочная то есть внутри дневной если вы заметили на разных ресурсах то же самое по факту пишут ежедневно о том что сегодня пошла вверх завтра пошла вниз до вчера была внизу сегодня пошла вверх и так далее то есть это как бы опять же нужно чтобы вы немножко не не зацепили за словами а по факту просто услышать то что я говорю в случае если будут конечно вопросы вы можете написать тоже по сути по существу если будут вопросы касательно анализу в комментариях этого ролика спасибо что смотрите фондовый рынок сегодня немножко отбивается вверх посмотрим конкретно на картине санты 500 и смотрим на то как реагировала санты 500 после после по факту вчерашнего обзора консолидация которая пошла не дала цене спускаться ниже то есть не дала цене опускаться ниже и по факту об этом тоже опасение об это опасение тоже кстати шли речь вчера в канале и в записи и кстати по поводу того в целом какое движение на рынках и насколько нельзя и на самом деле лукаво сильно армагеддонить по поводу фондового рынка об этом мы постоянно говорим почему потому что ну поддержка экономики пока еще не прекращается да есть некоторые заявления некоторых главы фрс разных штатов о том что бывает иногда на заседаниях которые немножко начинают напрягать фондовый рынок о том что нужно ставки поднять или же поддержку развернуть уже да то есть и поэтому ну как бы вот такие опасения есть вот эти маленькие маленькие коррекции которые происходят ценового движения ник в основном связаны с этими заявлениями тоже параллельно сегодня кстати выйдут очень важные релизы ты рынка труда сша на который тоже нужно обращать внимание мы к этому сейчас вернемся в целом вот эта коррекция все-таки не дала цене ниже опускаться но котировки сейчас протестировали верхную границу то есть верхний диапазон возможности для торговли все равно есть но опять же нужно обращать внимание что по факту после завершения сегодняшнего движения есть она будет коррекционный типа вниз до типа то есть такой откат вниз по итогам ретеста максимума то движение вас понедельник может открываться с гепом возможно восходящим нужно посмотреть что в америке происходит в течение этих выходных но в целом ситуации здесь исходя из накопления которые здесь есть но опять же накопление не выше предыдущего максимума на в рамках предыдущего диапазона предыдущего максимума поэтому как бы говорить о том что прямо сейчас и вверх но нельзя и в целом несмотря на позитив который остается на фондовом рынке сша нужно обращать внимание на то что в основном все акции сша все акции весь фондовый рынок многие компании они уже перенасыщены покупками то есть и кроме того что они держатся на байбеках кроме конечно гигантов эти компании которые тоже по факту держатся на побегах но у них им еще и сам кризис тоже помогает как бы расти кроме этой компании большинство других компаний как бы нужно обращать внимание что несмотря на вот это позитива которые продолжаются все равно да нельзя говорить что коррекция когда же будет это коррекция непонятно когда будет коррекция да то есть вы правы в этом плане и мы тоже акцентируем на это внимание но просто коротковременные движения вниз они все равно возможность потенциал есть тут если по факту взять на 7500 то по факту короткосрочно возможно есть такой потенциал по 7500 опять же нужно смотреть какие будут сегодняшние релизы на по рынку труда сша то есть случае если они будут негативными как прошлый раз как вы помните прошлый раз прошлый импульс доллара о котором мы говорили по моему позавчерашним релизе позавчерашним эфире и вот этот всплеск доллара которая пошла на фоне спада фондового рынка которая случилась после заявления главы фрс одного из главы фрс по поводу того что нужно ставки повышать или же нужно монетальную политику ужесточать и на фоне вот негативного релиза по рынку труда сша она случилась и она как раз вот привело тому что вот цена как раз отбилась вверх от той поддержки на которой мы акцентировали внимание то есть его ретест и разворот а в данном случае сейчас котировки до доллара они приближаются прижимаются к верхней границе восходящего канала ситут представить себе канал относительно то они в короткосроке на самом деле могут снижаться то есть опять же с нисходящий потенциал тут тоже есть если взять приблизительно и представить что это канал то они поджимаются к верхней границе и поскольку они просто выше предыдущих максимумов и цена сейчас консолидируется выше предыдущих максимумов как локальных то вероятность роста все-таки больше то есть лучше все таки ставить на дальнейший рост доллара чем на его снижение несмотря на то что она вверху канала и любой снижение доллара по факту исходя из амплитуда которая сейчас есть с она низкая она умеренная и в случае пока еще она не растет от амплитуда любой снижение нужно воспринимать как возможности открытие лимитных ордеров серию покупки опять же это не является рекомендации или сигнал это просто мнение о дальнейшем ценового движения на рынках вот и календарик смотрим на три тридцать будут в релиза и по канаде тоже будут релиза и данного по нон-фармы сша будут как бы которые в якобы позитивная но опять же еще перед перед этим позавчерашнем релизе я указал что вы обращали внимание что изменения не очень большие хорошую сторону не передущий раз тоже прогнозы были очень так но чуть-чуть лучше предыдущего и вообще фактические данные получились хуже и даже передыдущего релиза поэтому то есть она акцентрирует внимание я хотел чтобы вы тоже знали что по факту уже мы уже заходим по факту уже приближаемся к моменту разворот среднесрочного но пока еще для внутри дня нужно акцентрирует внимание просто на то что вот это вот этот релизом может тоже быть не таким хорошим как здесь нам кажется и соответственно учитывать вероятность импульсивного спада доллара возможного то есть к опять же тюрем 30 и так далее по мск роми забыть и сша тоже 330 безработицы снижаются тоже ну как бы не особо сильно отклонение и по канаде тоже будут релиза на котором тоже можно обращать внимание но конечно последний релиз на него нету прогнозов первые изменения занятости на снижение но если нет тоже будут одновременно снижаться то это может привести к дальнейшему росту и с декаб то есть нужно обращать внимание что любые релизы по канаде нужно с одной стороны смотреть а не цена движение нефти для канадца нужно учитывать хотя бы на 50 процентов возвращаемся к графикам и смотрим исходя из вероятности то что будет здесь то есть мы все таки оставляем запас восходящего импульса и особенность будет восходящим пустой 5500 то можно будет как раз вставить на его дальнейшее снижение возможно коррекционно и скорее всего в рамках вот этого восходящего канала который маленькая тут мелька это относительно создается якобы вот это поэтому оставляем конечно запас для восходящего импульса ретеста вот максимума как минимум 400 4430 400 1440 приблизительно хотя бы для ретеста если этот ретест произойдет не импульсивным образом то это признак того что она может дальше развиваться продолжаться раз продолжать расти но поскольку цена под именно этим уровнем сейчас прижимается есть ли этот импульс весь этот ретест вот эти вот диапазона будет импульсивным скорее всего признак того что она произойдет это именно вот запас хода которым особенно риск в течение дня риск снижение импульсивного снижения индекса доллара которые здесь видим может случиться и вплоть до локальных вот этих минимумов и риск восходящего импульса сам 500 таком случае по итогам завершения этого движения можно будет уже лимитные то есть выставили лимитные конечно до этого но можно уже начинать по тренду который будет внутри дня то есть предполагаемый тренд будет нисходящий день сам пи восходящий исходя из этого тоже можно по евро сказать что вероятность восходящего импульса тут существует до локальных вот этих максимумов то есть лучше взять 1.18.40 1.18.30 с целью ретеста и последующего снижения смотрим этот уровень по факту является довольно хорошим относительно зеркальным но довольно хороший уровень не такой уже зеркальный но он хороший хороший уровень то есть особенность в том что цена за него закрепилась то последующие снижение вероятность его больше для евро и мы ждем опять же восходящего импульса если он будет то можно будет лимитные выставить приблизи вот этих максимумов целью дальнейшей продажи и по фунту тоже но обращайте внимание фунт очень сильный от сильнее чем евро и тут тоже если потенциал нужно его обращать внимание опять же я если неоднократно о нем говорю потому что это единственное единственное что может случиться исходя из нынешнего и нынешнего амплитуда это единственный риск который может по факту существовать если мы ставим на последующий разворот то есть смп 500 евро фунта австралийца и так далее и рост доллара то тут нужно вот этот риск учитывать как по факту потому что из-за вот этой амплитуды она реально может ретестнуть просто еще раз если этот ретест будет вот этого сопротивления будет импульсивным то это очень хороший сигнал для того чтобы продолжать то есть начать продажи для австралийца и для новозеландцы ситуация приблизительно такая же из-за снижение завод это низкая амплитуда который сейчас есть дамы в восходящем тренде среднесуроке в следующем тренде но из-за этой низкой амплитуда невозможно ставить на покупку пока еще то есть неопределенность все равно существует для внутри дня на 15 минутки на 30 минутки даже я тут 3 минутка открываешь целью того что просто вам показать более масштабно но лучше все таки на 15 минутки или на 5 минутки то есть тут очень очень низкая амплитуда везде как мы видим и возможности очень много золото приближается к линии тренда и это очень хорошо это довольно очень хороший сигнал кстати 1800 уровень отталкивались в многих обзорах и о нем рассказывали ей в ретесте о том что по факту сейчас золото можно войти в консолидацию очередной раз если цена закрепиться под этим уровнем то можно будет ставить на продажу если закрепить то есть укрепиться выше того же ставим покупку исходя из амплитуды тоже нужно считать здесь амплитуда сильно снижается то нужно обращать внимание что в рамках канала который тут сформируется в будущем можно будет торговать внутри дня но опять же возможности будущем малы а золото растет когда доллар когда эмпиляция доллара увеличивается точно так же и не подрастет на это тоже можно обращать внимание консолидация по юзде сейф по франку и по джей пиво тоже продолжаются по сей день относительно восходящее движение есть тут по джей пиво и больше выражается по по франку не выражается сильно но значит кто-то сильнее да то есть в данном случае сечер и поэтому лучше все-таки даже если торгуем то по поводу сечер пока еще немножко на время забыть потому что консолидация в консолидации это вверху канала и не факт что даже тут продажи можно будет делать почему то что цена относительно уже поднимается выше предыдущего максимума поэтому тут нужно быть осторожным по нефти кстати тут у нас цена тоже приблизилась уже то есть продлила свой спад доли ни тренда как и предполагалось и обиваются в данный момент но опять же ставить на его дальнейший рост единственное в случае если доллар начнет снова падать то есть ниже вот данная поддержка которая здесь очень обращайте хорошо внимание то чтобы вот этот диапазон прорвался наконец-то если он прорвется то можно будет уже вот вернуться к тому оптимизму который говорит о том что вот все фонда вверх фондовый рынок нефть вверх и так далее поэтому пока еще с этим моментом нужно обращать к этому нужно обращать внимание вот этого диапазона 90 извините это облигация сейчас не про а нет вот диапазона которая вблизи то есть локального минимума который вблизи у индекса доллара который кстати является относительно таким зеркальным но цена пока на одним укрепляется и поскольку она укрепляется пока поскольку цена доллара на предыдущие максимумы находится поэтому говорит о покупке нефти несмотря то что она отбивается от линии тренда но пока еще немножко нелогично поэтому нужно ждать и отталкиваться от уровня которых 69 6070 довольно хорошие довольно хороший диапазон среди того чтобы после его укрепления этими отметками снова вернуться фазу восходящую по покупку то есть по сделкам и уздек от ситуация конечно же зависит дальнейший его рост от роста доллара и от того насколько еще не будет падать отбой относительно от линии тренда но опять же это ничего не значит по факту технически нужно обращать внимание больше все-таки на уровне которые кстати здесь тоже относительно на есть зеркальная достаточно диапазон но она тестируется и в целом невозможно говорить что то определенное до момента прорыва 1.25 или ретеста 1.2550 1.2520 то есть 1.2550 1.2520 нужно ставить вот этот диапазон который здесь все того чтобы по итогам его ретеста сказать цена пойдет выше или нет если он придет остается таким же низким или же если цена прорвет эту отметку либо же ближайшего максимума импульсивно то это признак разворота usd в отношении кат и с другой стороны признак разворота нефти снизу вверх то есть со дна если это случится то данный сценарий здесь будет довольно более вероятно и как обещали по поводу биткоина и эфириума поскольку рынки закрываются традиционные рынки сегодня закрываются мы будем смотреть цена движения биткоина который кстати относительно уже теряет свою хорошую амплитуду и по-моему идет в сторону дна этого канала это сейчас эфириум и по поводу биткоина ситуация немножко хуже почему потому что фон эфириума гораздо лучше то есть новостной фон эфириума гораздо лучше об этом новости много кстати я пишу они есть в инстаграме в тарира можно посмотреть по поводу основу фона и кстати обзор по криптовалюту у нас есть на крипто на картель youtube и вы там можете посмотреть эти обзоры тоже случае если афириум лучше и продолжается подвигаться лучше то по факту bitcoin этого не показывает вот этого хорошего хорошую возможность не показывать особенно исходя из нынешней консолидации не да даже не прорывая локального максимума то есть в итоге можно дождаться последующего импульса но это восходящий импульс может заканчиваться последующим спадом очередным тут есть относительно признаки того что вот эта дивергенция которая была которая привела к снижению цены снова она по сей день продолжается к сожалению дивергенция между а линии осиллятора и ценовым поэтому к сожалению пока еще по поводу покупки биткона особенно невозможно ничего сказать по поводу эфириума у него тоже есть потенциал последующего снижения но по эфириуму нужно отталкиваться локальных минимумов если будут накопление энергии в локальных минимумов это хорошо можно хоть уже начинать смотреть снова на фильм просто сейчас он наверху канала но опять же не ниже локальных максимумов то есть это еще один плюс эфириума возможно дальнейшая коррекция которая маленькая будет она будет не такой уже особо особенно глубокий поэтому поводу фильма все-таки позитив больше друзья спасибо что смотрели этот эфир надеюсь что он вам не надоел в этот раз пишите свои комментарии по существу есть ли вопросы из кефиру и посмотрите наши новости на канал программ и также ютюбе разных обзоров наших можете посмотреть и следите за нашими акциями которые бывают в компании и довольно интересные на сайте на ресурс под этим видео тоже вы можете посмотреть и не забудьте следующий у нас понедельник и до встречи понедельника всем хороших выходных хорошие торговли